Слава Господу! До всего места и сегодня помог нам Господь. Сегодня мы слышали Слово Божие и, вы знаете, я еще рассуждаю, рассуждал, рассуждаю о том месте прошлого воскресения, когда мы слышали Слово Божие о Марии, которая бежала, то есть шла ко гробу, и ученики бежали тогда. А сегодня мы услышали тоже Слово о одном Муже Божьем, Муже Веры, где Бог сказал о нем «Муж желаний». Мне казалось бы, что сегодня вот это Слово «Муж желаний» – это как пророческое Слово то, что сегодня кто я? Муж желаний или муж нужды? Мы молимся, обращаясь к Богу, когда у нас нужда, когда у нас тревоги. Я хочу начать сегодняшнее Слово или разбеседу, тему. В прошлый раз я читал это место евреям, третью главу, с первых до нескольких стихов. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Заметьте, Бог обращается через мужа своего, послание, пишет к евреям, церкви, то, что он говорит. Итак, братья, святые участники в небесном звании. Заметьте, святые, они грешные. Но что здесь идет? Уразумейте посланника. Можно быть святыми. Звания святые. Участники в небесном звании. Называться и быть крещеным Духом Святым. Получить усыновление и удочерение. И он говорит, уразумейте. Кого? Посланника. Можно ходить, заключать завет и не уразуметь того, кому я давал обет. Мы так легко можем его обидеть. Мы так можем легко его огорчить. Мы так можем легко его оставить. Мы так можем легко взять в своей жизни то, что нам хочется. Нравится ли это Иисусу Христу? Или, может, я этим делаю вызов больно, огорчаю его, который верен, поставивший его, как Моисей, во всем доме его. И здесь Павел предупреждает, пишет это. Послание. Святые участники. Уразумейте. В небесном звании. Уразумейте. Не меняйте. Не ослушайтесь. Не отступайтесь. Не согрешайте. Не уходите. Не берите из этого мира. Не подражайте этому миру. Братья святые. Смотрите, как он говорит. Братья святые. Сегодня Бог обращается ко мне и к тебе каждому. Братья, сестры, сыновья и дочеря. Святые, призванные. Вы участники небесного звания. Представители неба. Граждане неба. Запечатлены Духом Святым. А почему на вас сегодня одеяние всего мира? Почему вы сегодня подражатели этих мод? Почему сегодня это у вас развратное одеяние, украшение и тому подобное? Почему сегодня, когда я услышал один вопрос, который задают, это христианская станция, радиохристианская станция, и там вопрос задают, и там служитель отвечает. Можно ли колоть уши? Разве это вопрос? Братья, уразумейте, сестры, участники, святые, участники небесном звании. Это не должен быть такой вопрос. Это не должен задаваться. И я бы сказал тому служителю, который взялся отвечать, что это не ответ. Как он ответил, мне было стыдно за этот ответ. Что в Библии не написано, что нельзя колоть. Это ужас. Как можно еще поставить, чтобы это родовешение шло? Это ложь, это лукавство, этот обман, это губление душ. Не написано, можно. Можно. Ведь написано, как это может быть служитель, дать такой ответ, что в Библии нет. Когда у Библии написано, что мы читаем, кто был чей раб, то и был проколет ухо, нос. И носили обозначение, кто на каком ухе, кто чей раб, кому принадлежит. А он так спокойно говорит, у Библии нет. Написано. Зачем лгать, обольщать людей? Зачем? Когда написано, ясно и понятно, для чего были проколоты уши, для чего носились украшения, для чего были одежды всего мира. И кто одевался, украшался и сидел у входа в город сиренья и соблазнял мужчин. Но не представители, братья святые, участники небесного звания. Они не будут даже думать об этом вопросе. Не то, что колоть или не колоть, одевать или не одевать. Им будет стыдно, чтобы Христос посмотрел на них и увидел, что они принадлежат рабу дьявола. А не раби дьявола какому-то демоническому духу. Но не Богу. И Павел не просто сказал, братья святые и сестры святые, участники небесного звания, разумеете посланника, что это стоит? Разумеете, что мы его не хочем понять. Он нам не умеет наши свои понятия, свои взгляды, свои желания, свои вожеления. И мы не хотим слушать. Нам важно мое мнение. Я так понимаю, я так хочу, я так буду одеваться. Павел предупреждает и говорит, и просит, братья, сестры, святые, участники небесного звания, уразумейте Иисуса Христа, Сына Божьего, помазанника Божьего, посольщего, пришедшего этого пересвященника на эту землю. Послушайте его, уразумейте его, остановитесь. Здесь, куда вы спешите, куда вы идете. И как сегодня уже было напомнуто о Данииле, муж желаний. Вы знаете, я думаю, что мы вы сегодня, надо было сдавать экзамен каждому и мне так же. Кто я сегодня? Послание Якова, первая глава. Я вам буду выборочно. Семнадцатый стих, даже шестнадцатый. Не обманывайте, братья мои возлюбленные. Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени, ни перемены. Восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Только что я читал, братья возлюбленные, представители небесной страны, братья и сестры, возлюбленные. Обращается Павел еще и еще. И он говорит, участники, святые участники в небесном звании, граждане неба. Сегодня здесь это слово повествует и говорит, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро наслышаннее, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Иногда нам хочется сразу сказать, у меня задело мое я, мою гордыню, мое мнение. Не по-моему. И высказать, а он говорит, Господь говорит, будьте что, медленны на слова, медленны на гнев. Святые, участники в небесном звании, избранные, слышите, вы разумеете, при священниках вы издумеете, Сына Божьего. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действовании, в своем действовании. Сегодня мы слышим это слово, он посмотрел и забыл. Кто я? Муж желаний? Муж желаний не посмотрел и забыл, а он пребывает в Слове Божьем. Он всегда в этом святильнике, с этим святильником не расстается. Он всегда отображает славу Божию. Он где не будет, то ли в львином рве, то ли огненной печи, но они в Боге и с Богом. Почему мы сегодня так думаем и рассуждаем? Ну почему случается так, что церковь, христиане болеют коронавирусом? Ну почему? Ведь написано, и даже сегодня мне такой вопрос был задан. Ну почему? Мы же святые. Павел говорит, святые. Да, святые, но почему? Почему? А вот знаете почему? Вот посмотрел на себя и забыл, кто он есть. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, не посмотрел и ушел, а пребудет в нем. И Иисус сказал, кто пребудет во мне и я в нем, то истинно в Мои ученики пребудет в нем. Вот оно. Тогда ты не забудешь, когда ты пребудешь в нем. Тот, будучи не слушателем забывчив, но исполнителем, дело блажен будет в своем действовании. Бизнес не идет, работа не идет, устройства нету, у других все гладко, а у меня нет. Почему? Почему у тех такое благословение, потому что твои глаза смотрят на тех, и там обида, там зависть, там недовольствие. А ты пребудь в слове моем, пребудь во мне, и ты будешь благоуспешен, и ты будешь блажен в действовании, благословен ты будешь, и ты не будешь видеть этого. Но проблема твоя, что ты не видишь себя, ты не пребываешь во мне, и я в тебе. А сына показывает, смотри, как в того, смотри, как в тое, в тех, смотри, как в та семья, как в та семья, а в тебе все не так. И муж не такой, и жена не такая, и дети не такие. Ох, как мы будем горько за это платить, что наш устаток исповедует жизни. И пройдут года, а мы будем жать за эти слова. О, вот там дети в Степана такие, у Ивана, у Гали, у Мари, а вот мои, и это высказаться при детях. А они услышали, до их ушей дошло. Мама, папа, что ты сделал? Ты открыл для проклятия и поражения своих детей, что вот те такие, а у меня не такие. Вот почему это случается, но мы не пребываем в нем. Здесь говорит, пребудет в нем тот, будучи не служителем забывшим, но исполнителем. И он будет блажен в своем дествовании. Проблема во мне, что мои дети такие. Проблема-то во мне, что мои дети не такие. Значит, я мало молюсь, мало благословляю, мало во мне видеть мои дети, тебя, Иисус, твою жизнь, что я с тобой неразделимая часть, что я и ты, мы одно целое, что я боюсь проснуться без тебя. Я боюсь ложиться на ночь и без тебя. Я нуждаюсь в себе утром, днем, ночью, на рассвете, в полдень. Я нуждаюсь в себе. Муж желаний. Вот оно, муж желаний. А кто же я? Кто же я сегодня? И знаете, когда я услышал это слово, муж желаний, Господи, ты сегодня пророчески поговорил, вот проблема. Почему мы часто терпим? Почему в наших домах часто страх отчаяния, часто неверие? Муж желаний. Где ты? Где ты? Это другая тема, я не буду сейчас ее, может, дать сбросу, когда-то затрону, об этом, что я сейчас читал. Но мне хочется, просто я иду по ступеням, то, что Бог сказал, чтобы мы знали. В прошлое воскресенье я говорил то слово, читал, чтобы кто не прельстил вас. Почему много сегодня столько прельщенных? И как знать, где эти мужья, где эти сыновья, дочеря, мужи желаний, которые у Господи с Господом? Как найти их? Потому узнают вас, что вы мои ученики. Иоанна, Иоанн, Иоанн, Иоанн 13, 35. Если будете иметь любовь между собой. Слышите? А если муж с женой не единая, дети будут едины, дружно жить с семьей? Никогда. Если жена не понимает мужа, а муж не понимает жену, дети будут пониматься друг с другом, брат с сестрой, сестра братом? Никогда. Покуда не покаятся родители. Если чего попросите в имя мое, я сделаю. Я то сделаю. Слышите? Когда? Когда узнаешь, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И что он сказал? Иисус сказал ему вот, говорит, кому? Фоме. Фома сказал, Господи, не знаю, куда идешь, как мы можем знать путь? Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А если я не ищу Его? А если я не живу с Ним? И Он со Мною? Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, видели Его. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам, Отца, и довольна для нас. Видите, какой пилкий, скоро постижный ответ и вопрос. Иисус сказал Ему, Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Я хотел бы тут поставить Васю. Столько времени Я в твоем доме, в твоей семье, а ты говоришь, где ты? Почему мы святые, а Он на нас напал коронавирус? Столько времени Я с вами. А ты не знаешь Меня, что я в доме, в семье. Вот почему сегодня верующих нападает коронавирус. Отступаем от него. А если бы мы были, вот это слово, которое сегодня было, фундаментальное слово, это камень под ноги, мужьями, женами, дочерами и сыновьями желаний, видеть Его, с Ним быть, не расставаться, этого не происходит и не произойдет. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит тела. А если я не пребываю в Отце и Отец не пребывает во мне, что я могу сделать? Ни веры, ни твердости, ни упования, страх, отчаяние. И сегодня мы, мы, свои уши открываем и не можем разручить от чего-то слово, от Господа или сегодня обман. Если чего попросите, во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я умолю Отца и дать вам другого утешителя, да пробудет с вами его век. Духа Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и у вас будет. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Кто, имея заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, слышите? Кто имеет мне, кто помнит, кто знает, кто цитирует на память. А иметь это в сердце, а иметь это жить, а иметь это пребывать, а иметь это быть мужем желания. С ним пребывать и в нем, и с ним не расставаться. Тот любит меня, кто имеет заповеди и соблюдает их, то есть живет. А кто любит меня, тот только тогда будет возлюблен отцом моим. А если я не муж желаний? Я уже годами не видел Иисуса, не имею. О, сегодня говорят, я слышал это, что если ты видел, не дай Бог, кто-то скажет, что увидел Иисус, пока открылся или сказал, или ангел явился, в себя, с головой, не в порядку. Вот о чем сегодня говорить. Высестоящие, которые отступили от Бога, они не понимут этого. А здесь слово Христос сказал. Это не Иоанн пишет, а это Иоанн послание, описывая слова Иисуса, передает его речь. И он сказал здесь, кто имеет заповеди мои, это Иисус сказал, и соблюдает их, тот любит меня. Не тот, кто имеет доктор богословия, пастырь или кто-то другой любит меня. Тот, кто соблюдает заповеди, кто любит ближнего, кто сострадает, потому знает все, что вы мои ученики, нежели будет между вами любовь. А между нами такая любовь, что захотели отлажать церковь, дошло до рукоприкладства. И это и есть любовь. И это сегодняшняя церковь, это сегодня ожидание пришествия Сына Божьего. Вот в каком состоянии, какие мы мужья желаний, и с чего мы желаем, и с чего мы стремимся, и что мы делаем, и как мы поступаем, мы отступили, мы не видим, мы потеряли повозание Святого Духа, мы потеряли радость Святого Духа, от меня не исходит благодать Святого Духа, потому что Он во мне не живет, а во мне обида, гордость, мнение, взгляды, мои понятия, мои убеждения, стажи. И Бог смотрит на это. И говорит, кто имеет заповеди? Вася, Галя, Мария, Коля, кто имеет? Не тот, кто хороший, не тот, кто регулярно посещает церковь, не тот, кто ходит и десятину дает. Нет! Кто имеет заповеди? То есть кто имеет в своем сердце, кто пребывает в Иисусе Христе, и Христос пребывает в сердце твоем, в доме твоем, в семье твоей. Тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Слушайте, когда будешь возлюблен отцом, а если я заповеди не исполняю, живу, как хочу, одеваюсь, как хочу, музыка, как я хочу, в фильме, как я хочу. Сегодня христиане имеют деньги, но они их просаживают в казино. Насколько сегодня нужны? Людей нуждаются в помощи. Они не видят и видеть не хотят. Они хотят жить для себя. Бог любит тебя. Бог любит тебя. И говорит, я хочу, чтобы ты имел заповеди мои, что ты пребывал в слове моем, и слово мое пребывало в тебе. Ты жил во мне, и я в тебе. Тот будет возлюблен отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Слышите? Я говорю всем. Слышите? Иисус Христос сказал, я имею личное право на личную реальную аудиенцию с Иисусом Христом встречаться. Только тогда, когда я сделаю вот это. А мы боимся этого. Мы боимся, чтобы даже Ангел не явился. Потому что мы отступили от Бога живого. И сегодня говорим ложь. За как ведре ложь. Это не должно быть. Это не так. Должно быть чинно, пристойно. Где так написано? Не любящий меня, не соблюдая слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославши мне отца. И я буду заканчивать этот момент. Я буду переходить к теме. Почему я зачитал? Потому что сегодня тема продолжения. Дух обольщения. Дух лжи. Сегодня завладевал много сердец и церквей и семей. Сия сказал я вам, находясь с вами. Утешите же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя мое, Научит вас всему. Напомнить вам все, что я говорил. Утешите, запомните, Дух Святой, Которого не я пошлю, А пошлет Отец во имя мое, Научит вас всему. Он бы сказал, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя мое, Он возьмет удел пророков, Которые будут летать по штатах, Ездить по странах, И вам говорить, и вас пугать, И вас страшить. Нет. Лично, индивидуально, Он будет тебе говорить, Как сыну и дочери. Ты не туда пошел, Ты не туда пошла, Ты не имеешь, Ты сегодня не муж желаний, Ты сегодня не дождь желаний, Ты сегодня не дождь вери, Не муж вери, Ты сегодня муж страха, Отчаяния, И сегодня уши расставил, Кто это сказано, Куда бежать, Где укрытие. Сегодня мы слышали о этих выборах. И что? Люди в панике, Люди в отчаянии, А народ Господень, Ободритесь, Свершается план Божий, Прибудьте во мне, И я у вас, аминь. И кто исполнит заповеди мои, Тот любит меня, А кто любит меня, Тот будет возлюблен отцом моим, И я явлюсь ему сам, аминь. И высшая степень того, Что есть утверждение, И радость, И креугольный камень Христос. Чего мне переживать? Мне нужно переживать об одном, Чтобы не стать беспечным, И равнодушным, Но быть сыном и дочерью желаний, Иметь его, Видеть его, Слышать его, Говорить с ним, Общаться с ним. Утешечий Дух Святой, Который пошлет отец свой имя мою, Научит вас всего. Дорогие братья и сестры, Я вас призываю, Я вас призываю, Не думайте, Что я сегодня иду против сосудов, Боже упаси. Я не иду против сосудов, Помазанников Божьих, Но сегодня их очень и очень мало. Сегодня очень и очень много дерзунов, От имени Бога. И Бог сказал, Скажи, Не обманывайте народ, Если на вас нет помазания, И у вас нет слова от Господа, Не лгите, Не страшите народ, А подложите камень под ноги. Подложите. Скажите, Вот я сказал, Утешитель придет Дух Святой, Который пошлет отец свой имя моё, Научит вас. Чем? Чему? Запасаться крупами, Решкой, Рысом, Солью. Чему научит Дух Святой? Запасаться присутствием Божьим, Войти в еще больше присутствия, Зайти на глубину благодати Духа Святого. Аминь. А воотче Дух Святой, Я переживаю его присутствие, Я переживаю его реально здесь, Что на этом месте говорить, А вы будьте спокойны, Потому что я в этом доме, Я в этой семье, Я в этом сердце, Я в этих душах, И мой залог, Печать, Дух Святой, И моя охрана, И моя защита, Аминь. И не отойдет, Скипетер Милоси. Вот о чем, Вот о чем будет говорить Дух Святой. Научит, Напомнит, Что я говорил вам. Не оставлю вас Сиротами. Я хотел остановиться еще на прочитанном Данииле, Но время летит неумолимо. Я должен сегодня Подчеркнуть то, Что было прочитано братом из книги Даниила, Но я буду читать не из Даниила. Я хотел подчеркнуть, Еще остановиться. Может быть, Я еще читаю, Я хочу сказать, Четвертое царство, Восемнадцатая голова. За что? За что? Сегодня стоит вопрос, За что? Господи, За что? Наша страна Терпит вот такое. За что? За то, Что они не слушали голоса. 12 стих Господа. И за это В ответе церковь. Пастора, Епископа, Богоотступники Отступили от живого Бога, Извратили здравое ученино ложное, В церквах перестал действовать Дух Святой, В церквах замолчали Сосуды Божии, В церквах замолчали Те помазанники Божьи, Которые было слово от Господа, Вас стал регламент, Обряд, Религия, Но не больше. Вы Отступили От живого Бога, И Бог Давал слово Не закрывать церкви, А прийти с покаянием, Просьбой Правительству. Дайте нам всем 14, 15 Или месяц дней Поститься и молиться, Как ненемья, Помилование, О помилование, Мы, Священники, Первые священники, Виновные. Мы отступили, Мы извратили, Мы заменили Живое слово, Лекции, Лекции, Тематические. Сегодня Библия Уходит с кафедры, А сегодня планшет Лежит на кафедры. Это Богоотступление, Богоотступление. Там помазания Святого Духа нет, Потому что этот Проболенник, Выходящий с планшетами, Он не имел Общения с Богом. Его там тема вся, Чья-то, Пережеванная уже. И он выходит, И его передать. Батарея кончилась, И помазание кончилось, Слова не стало. Вот что Дьявол сегодня делает. И говорит, За то, Что они не слушали Голоса Господа, Бога своего. И приступили Завет Его. Ну и народ же Живопьет, Молится. А почему Этот коронавирус Не останавливается? Почему Продолжать Програссировать Вторая, Третья И будет идти До пришествия? Почему? А потому, Что не слушайте Голоса Божьего. Первые, Кто должны покаяться? Священники, Первосвященники. И заметьте, Вы заметите, Что происходит. Что происходит Сегодня. И позаметьте, Что казалось бы, Говорить, Этот муж верит, Он должен жить. Этот епископ, Этот пастырь, Но он умер От коронавируса, И Бог не защитил. За то, Что не слушали Голоса Бога своего. Приступили Завет Его. И все, Что заповедовал Моисей, Раб Господень, Они И не слушали, И не исполняли. Аминь. Бог сказал, Зачитай это еще. Сделай еще Напоминание Моим сыновьями, Ночерям. Я жду покаяния, Чтоб прократилось Это поражение. Они закрыли церкви, Посадили на онлайн, Они убрали Чашу из церкви, Великие дьявольские Минзуки. Где? Когда вы видели В Библии, Что мы через кровь, Сына Божьего, Заражались коронавирусом, Другими Заразными болезнями Нету И не будет. Только там будет, Где нет Господа. Только там будет, Где мертвая Безжизненная религия. Живая церковь, Она Визвежима Богом, Духом Святым. Там будет рождаться, Там будет воскрешать, Там будет освобождаться Души. Это Живая церковь. Отступили. Бог Скажи Моим Сыновьями, Дочерям, Не только Священникам, Пресвященникам, Ихняя гордость Не позволяет. Но это Начало Еще болезни. Еще Хуже Будет. Еще Хуже Будет. И не укроется Никто Ни на Ком Штате, Ни на Ком Крае Земли. И не Бегайте По Штатам, И не Ищите Теребите Пророков, Как Садовые Груши. Дай Откровение, Дай Откровение. На Коленях. На Коленях Кайтесь Перед Богом. Где Ею Потирали Первую Любовь. Когда Вы Потирали Его. Сколько Лет Вы Не Видите И Не Слышите Его. Когда Перестал Действовать Дух Твой Святой В Твоем Сердце Доме В Церкви. Тебя Как Священника. Всему Сегодня Эти Пересвященники, Эти Пископа, Пастора В Ковичках, Сегодня Визывает С Других Стран Пророков Для Их Поддержки. Дрожей Для Роста Что Он И По Баз Тебе Божьей. Оплачивает Деньги, Отсобой Деньги Для Того Чтобы Этот Пророк Сказал Хорошие Они Почил Перед Людьми. А Почему Я Сказал Одним Так Что Бог Послал Нет Не Бог Послал Бог Не Пошлет Для Этого Не Бог Это Дьявол Губит Души. Если Бед Сосуды Были На Своем Были Вводим Духом Святым Богом Они Знали Б Того Человека Родителя Дели Божьего Разрешителя Церкви Дела Божьего Они Б Знали И Николай Сказали Что Это Помазанник Это Поставлен Ты Мною И Мое Благословение Потому Что Там Проплачено Там Другое Не Может Быть Сказано И Епископ Звонит Посольство Разрешить Этому Пророку Проехать Потому Что Он Звонит Туда По Пять По Восемь Муж Ставить И Получает Ответ Если Ты Избранный Богом Если Ты Помазанный Богом Твое Помазанное Ухо Твоя Помазан Глаз Твой Парец Руки Помазанный Твой Парец Ноги Твои Стопы Будут Идти Туда Куда Верет Бог И Ухо Будет Слышать Голос Божий И Не Надо Чтобы Тебя Кто Открывал Тебя Бог Будет Вести Ты Помазан Божий Дух Святой Господь Сказал Что Скажет Как Будет Говорить За То Что Они Отступили За То Что Они Не Слушали Голоса Господа Бога Своего Приступили Завет Его Все Что Заповедовал Моисей Раб Господень Они Не Слушали И Не И И И Исполняли Вот Почему Страдаем Мы Я Знаю Как Украина Россия Молдова Страдают Тоже Из-за Того Что Эти Отступили От Бога Народ Отступил Священники Отступили И Бог Послал Сюда Открыл Железную Занавесь Дал Свободный Въезд Христианам Гоним И Страдальцам Что Сегодня Произошло Бьются За Кафедрами Это Для Этого Бог Открыл Железную Воевали Как Не Стыдно Позор Подают Суды Что Судьи Смеются И Говорят Дня Существования Америки Такого Не Было Чтобы Церковь Подавала На Церковь Суд Богоступники Остановитесь Вот За Виновними Что Вы Отступили От Бога И Погатирали Помозами Святого Духа Левит Восьмая Глава Я Возьму Начало Сказал Господь Моисею Возьми Аарона И Сыновей Его Для Чего Это Беру Я Не Думал Этого Читать Потому Что Моя Тема Дальше А Бог Сказал Для Того Чтобы Народ Понял О Чем Идет Сегодня Люди Не Читают Библию Сегодня Не Хотят Не Имеют Желания Возьми Аарона И Сыновей Его С Ним И Одежды И И И Помозания И Телесад Для Жертвы За Грех И Двух Ов Дов И Корозину Опресноков И Собери Все Общество Ко Входу Скини Собрания Моисей Сделал Так Как Повелел Ему Господь Заметьте Моисей Бог Сказал Что Моисей Сделал Все Так Как Повелел Господь Возьмите Если Биной Не Сделал Так Как Повелел Господь Размер И Ковчега Он Утонул Или Разломался Моисей Сделал Так Повел Ему Господь А Почему Сегодняшние Священники Пересвященники Сегодняшние Братства Союзы Но Не С Богом Делают То Что Они Хотят Как Они Хотят Как Они Решают Не Так Как Хочет Бог Не Так Как Ни Один Я Не Слышал Чтобы Представитель Союза Объединения Какого Сказал Хотя Б Пятидесят Десять Что Я От Самого Господа Принял То Что Иван Принял Так Бог Сказал Мы Решили Мы Постановили Видите Какая Хитрая Дьявольская Уход От Истины Мы Решили Не Один Отступник Мы Все Видите Что Получается А Где Бог А Моисей Бог Сказал Начитайте Дальше Мужья Который Избирал Провозал Бог И Ими Говорил Бог И Они Говорили С Богом Моисей Сделал Так Как Повел Ему Господь Собрались И Сказал Моисей К Обществу Вот Что Повел Господь Сделать И Тру Моисей Раона Сегодня Возьмите Почему Бог Сказал Это Сделай Ударение Избирание На Пасторов На Епископов Не Решили Не Избрали Ни Один Не Может Сказать Перед Народом Я От Господа Епископ Получил Что Это Помазанник Божий И Господь Помазает Илеем Благодать И Этот Епископ Не Будет Звонить Ни Украину Ни Другие Страны Пророков Ставить По 5 По 8 Внужд Он Помазан И Это Ухо Помазано Слышать Голос Божий И Эти Руки И Ноги Помазаны Вслушаться Бога И Делать То Что Хочет Бог Не То Что Мы Хотим И Как Мы Хотим Это Человек Наш Я Знаю Как Это Было Сидять И Рассуждать Ну Это Человек Наш Его Надо Рукополагать А этот Еще Не Пусть Походит Вот Как Сегодня Рукоположение Происходит И Привел Моисей Арона И Сынов Его И Омил Их Водой Слышите Вот Как Происходит Священник И Как Избирается Служителя И Эпископа В Вищестоящем Моисей Омил Их Сегодня Нет Моисея Сегодня У нас Есть Сын Божий Дух Святой Омиты Ли Эти Представляем Перед Церковью Кровью Иисуса Христа Помазаны Ли Они Богом Для Того Чтобы Их Помазать Их Нужно Омить Очистить А не Мы Усмотрели В них Наших Людей Возложил Моисей Орона И сыновей Омил Их Водой Возложил На него Хитон А Поясал Его Поясом И надел На него Верхнюю Ризу И возложил На его Ефот И поясал Его Поясом И прикрепил И возложил На перстник И на перстник Положил Урим И Тумим И возложил На голову Его Кидар И кидар С передней Стороны И возложил Полированную Дошечку Деодиму Где они записывают Как повелел Господь Моисею И взял Моисей Елей Помазание И помазал Скинию И все Что в ней И осветил Это Должна быть Церковь Вся Церковь Освящена И иметь Помазание И быть Помазанной А сегодня Кто на что И как Кто На эту Церковь Предоставляет Им И помазать Будут Только полагать Будут Видите Какое Расхождение Словом Божиим Какие Будут Церкви Какой Будет Рост Вот Почему Сегодня Церкви Стали Мертвые Безжизненные Вот Почему В церквях Сегодня Все больше Разводов Все больше Алкоголиков Наркоманов И взял Моисей Илей Помазание И скинь И осветил Должна быть Церковь Тоже Освященная Не только Священники Покропела Я пропускаю И возлил Илей Помазание На голову Ворона И помазал Его Чтобы Осветить Его Слышите Осветить Для того Чтобы Он видел И слышал Освященный И посвященный Богу И привел Моисей Сынов Ворону И ходил Их В хитоны И опоясал Их И возложил На них Кидар И повелел Как повелел Господь Заметьте Что он сделал Все Как Бог Сказал И привел Тельца Жертвы За грех И Арон И сыновья И сыны Его Зажили Руки Свои На голову Тельца За грех И заколол Его Моисей И взял Кровь И перстом Своим Возложил На роги Жертвенника Во всех Со всех сторон Со всех сторон И очистил Жертвенник А остальную Кровь Вилил К подножию Жертвенника И осветил Его Чтобы сделать Его чистым И взял Туг Я буду пропускать То что он Там дал Это очень важно Я когда-то Говорил Эту тему Это было Очень давно А внутрь На сей ноги Вымыл водой И сжег Моисей Всего Авна На жертвеннике Это Всесажение Приятное Авна Послушание Как повелел Господь Моисею Жертва Вавна Это Послушание Жертва Послушания Повиновения Моя Сегодня Богу Вот какая Жертва Нужна Богу Сегодня От меня Возлагая Себя На алтах Божий Для служения Его Служить Ему Не людям А Богу Угождать Не людям А Богу И заколол Я Моисей И взял Кровь Возложил Край Правого Уха Аронова И на большой Палец Правой Руки И на большой Палец Правой Ноги Его И привел Моисей Синов Аронов И возложил Кровь И так же Самую На ухо На палец И сказал Семь дней Не отходите От дверески Ни и собрания Пока не исполнится Дни посвящения Вашего Ибо семь дней И должно Совершаться Посвящение Это длинная тема За этих Семь дней Я не могу Сейчас остановиться Над этим Моя тема Сегодня Посвящение И нарушение Где нарушили Будучи Посвященными И помазанными И пришел Моисей Иарон Скинив Собрания И вышел И благословил народ И явила Слава Господня Всему народу Это после Рукоположения Или Помазания Избрания Посвящения И вышел Огонь От Господа И сжег Жертву Всесажение Тук И увидел Весь народ И воскликнул От радости И пал На лицо Своё А сегодня Такие помазанники К тому Привели Отступники Что сегодня Не на лицо Подавить А на А почему Я сейчас Объясню Надав Эауд Сыны Арону Которые Помазаны Заметьте На которой Была одета Одежда Их Фот Припоясание Вылитые Ильи Помазаны Ухо Палец Нога Палец Точно Как и Отца Ну Отец Сделал Поднял Арон Руки Свои Обратился С народу Благословил Его Сошел Совершил Жертву За грех Это Папа И что Куда Он Вышел Куда Он Это Сделал Мирную Жертву Всесажение И Вошли Моисей Арон Скинь Собрание И Вышли Благослови Народ И Явилась Слава Господня Когда Когда Совершили Жертву И Заметьте Что Сошел Огонь Слава Божия И Огонь Господа Сжег На Жертвеннике Всесажение А Сыновья Смотрите Как Поступают Помазанные Избранные Не скажу Что Они Были Самозванцы Дерзунные Нет Они Были Как Сегодняшний Епископ Пастора Бог Говорит Обрати Внимание Я Избрал Я Помазал Помазанное Было Ухо Сыновей Было Слышали Нет Услышали Нет Не хотели Делали То Что Помазан Делать То Что Господь Нет Ноги Шли Туда И Делать То Что Господь Нет А Папа Так Не Делал И Заметь Что Произошло И Взяли Каждый Свою Кодильницу Вот Губительная Каждый Свою Каждый Своё Каждый Своё Братство Своё Понятие Своё Своё Огнение Каждый Свою Кодильницу И Положило На них В них Огня А Заметьте А Когда Папа Свершал Свершил Жертву За Сыжение То Что Явило Слава Господня За Огонь Нет А Не Только Совершив Жертву За Греб Всесожжение И Жертву Мирную И Что Явило Слава Господня Всему Народу И Вышел Огонь От Господа Изжег На Жертвенники Всесожжение Тук И Видел Весь Народ И Воскликнул От Радости И Пал На Лицо Своё А Что Это За Жертвоприношение А Что За Это За Посты И Молитвы Объявленные Поститься Молиться О Поминовании Страны Чтобы Обладалось Президента О Помолновании От Коронавируса И Бог Не Отвечает Бо Вы Пришли Своими Кодильницами Взяв Каждый Свою Кодильницу Вложил Туда Своего Огня Не Божий Огонь Сошёл Чуждый Огонь Вложили В него Курение Принесли Пред Господа Огонь Чуждый Которого Он Не Вел Им И Вышел Огонь От Господа И Сжёг И Сжёг И Сжёг И Умер Они Продецем Господнем И Сказал Моисе Ирону Иди Папа Быстрей Своих Сыновей Нет Ты Стои Там Где Поставил Тебя Бог Ты Стои На Страже И Стои Там На Святом Месте Котором Ты Должен Стоять Не Отступать Что Это Твои Сыновья Отступили Потирали Ослушались И Принесли Чуждый Огонь Принесли Сколько Сегодня Принесли Церкви Позаимствовали Вот Такое У нас Будет Учение Вот Такое У нас Будет Движение Вот Такое У нас Будет Служение И Сегодня Повзаимствовали Что Хоры Убрали Группе Прославления Сегодня Падание Сегодня Бесовская Музыка Рок И все Остальное Вот Он Чуждый Год Сегодня Навери Порядок Так Упорадочились Что Дух Святой Молчит Проповедников Движения Духом Святым Помазанным Закончили Вовремя Народ Доволен Отметились Были На служении Были На жертву Проношены А огонь Был А жертва Принята Огонь Зашел А слава Божья Сошла А народ Радовался Видел Славу Божию Нет Почему Почему Церковь Молится О помиловании Защитие Коронавируса Избавления Нет А еще Больше И сами Священники Умирают От этого Потому Что Недавно Мертвые Они Принесли В церковь Чуждый Огонь Они Принесли В храм Божий Чуждый Огонь Учение Другое Движение Другое И Бог Прежде Времени Они Должны Казалось Больше Жить А Он Их Убирает Не Надо Мне Заносить Чуждый Огонь Он Не Посчитался Что Они Были Помазаны Избраны Вместе С Отцом Он Сказал Что Огонь Их Сжег Господин Огонь И Он Там Сказал Моисей Арону Вот О чем Говорил Господь Когда Сказал Приближающийся Ко Мне Освящусь И Перед Всеми Народами Прославлюсь Арон Молчал Он Понял Приближающийся Ко Мне Приближающийся Ко Мне Освящусь Чем Покажу Что Это Не Проходит У Бога Себячина Наши Решения Наши Устави Наши Конституции Наши Объединения Они Богу Не Нужны Нам Нужно Объединение С Богом Союз С небом С Помазанием Действия Святого Духа Реальностью Действия Святого Духа Чтобы В церквах Люди Исцелялись Освобождались Чтобы Помолить На церкви Колебалось Место Как Молила Церков Узы Ослабевали Когда Молились Братья И сестры А у нас Коронавирус Не отступает А у нас Наркомания И алкоголизм Разводы Не отступают А все Больше Там А мы Говорим Мы Помазанники Мы Священники Да нет Бог Ведь я Уже От многих Давно Отвергнув Их Нужно Вынести Чтобы Не мешали И вот Этот Послай От этой Болезни Очищать Для того Чтобы Сегодня Я не говорю О всех Но есть Это момент Что Бог Говорит Почему По молитве Церкви Не останавливается Коронавирус Потому что Они закрыли Церкви Что-то Она смеется Какие Они Помазанники Мои Что они Дрогнули Перед болезнью Коронавирус Что вы Делаете С Господа Сына Божьего Он был Распят Не для того Чтобы я Сегодня Не чашу Как Иисус Сказал Как сия шаша Новый завет Моей крови Не сия мензурка Есть завет Крови Сия шаша Это тело мое Это кровь моя И никто Не заразится Через Прикосновение Тело Тело Моей кровь Моей кровь Моей кровь Пришли ко мне Пришли ко мне На жертвоприношение Вынести 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 их Отверх Я их Поразил И пошли И вынесли Их В хитонах Застан Как сказал Моисей Даже не снимали Здесь я не хочу Останавливаться Он показал Эту сторону Что это В хитонах Не снят Да И хоронять С титулом И заслугом Был Был Это был Двигун Нашего братства Сегодня у нас Потера Да Бо он его Истребил Сказал Баста Хватит С чужды А вон носить Хватит Мне нужен Поклонники Духи Истины Аминь И что же Сказал Моисей И сказал Арону И сынам Его Моисей Сказал Голов ваших Не обнажайте В знак Траура И одежда Ваших Не раздирайте В знак Траура Чтобы вам Не умереть Слушайте И не навести Гнева На все Общества Но братья ваши Весь дом Израилев Могут Плакать О сожженных Которых Жег Господь Из-за дверей Скини И собрания Не выходите Чтобы Не умереть Вам На вас Илей Помазание Господне И сделал По слову Моисея И сделали По слову Моисея И сказал Господь Иерону Говоря Вина И крепких Напитков Не пей Ты И сыны Твои С тобою Когда Входите В скини Собрания Чтобы не Умереть Это вечное Постановление Роды Вашей Чтобы вы Могли Отличить Священное От Неосвященного Не Чистое От Чистого Дорогие Братья и сестры У меня У меня Утешительное Слово От Господа Он сказал Сказать Божьего Чистое Вы Из двери Скини Собрания Не Выходите Есть У меня Радостная Весть Я очень радовался Когда Господь Сказал А вы Будьте Спокойны Будьте Мужьями Сыновьями Дочерями Без желаний Не Выходите В Беспечие Не Выходите Равнодушие Не Выходите В Суету Что Некогда Помолиться Почитать Нет Времени Не Уходите В Эти Сегодняшние Новости Где Страх И От Шаяние Не Выходите Знать Новости Сколько Сегодня Каждый День Больше Заражаем И Коронавирусом Это Не Твое Это Не Мое Вы Оставайся В Святыне Божьей Божьим Вы Храм Бога И Дух Божий Живет Вас Войду Вся Люси Буду Жить Не Вытесняй Его Оттуда Своим Страхом Отчаянием Новостями И Друг Подобными Не Виходите Оставайтесь И Бог Останется С Нами Аминь